Всем салямочки и братанчики и принцессочки, всем большой салям, с вами ваш Кумыс, ну чё ребята, решил вам первую каточку показать в метрошке именно в соло режиме, ну не первая катка если честно быть, короче шестая или седьмая каточка, решил записать начальную каточку, смотрите какой респ, давно кстати у меня такого респа вообще не было, поэтому я тут решаю сразу наверное пробежать и зацелить родеечку, я просто забылся вернуть и как видите у нас тут 45 секунд. Е-мое, просто 45 секунд придется ждать, ладно пока ребята мы спокойненько забустаемся, кстати ребят кто хочет себе найти тиммейта в начале сезона, у кого есть телега, видите внизу в углу написано кулиса бот, переходите, находите себе тиммейтов в этом боте в телеграме, можно ребята обязательно найти себе сокомандников, в начале сезона просто есть такая проблема, то что люди не могут себе найти в тиму людей, вот кулиса бот, переходите и в телеге найдете. Так, ну че, я тут пытаюсь глянуть, если там пацан у нас, пока вроде бы никого не вижу. Задняя сторона, ну тут я окружен, в жестком таком бутерброде, попытаюсь засевиться конечно за камушками, за деревьями пробежаться и попытаюсь вот этого типа прожать. Но я пока не вижу, вот он же. Ой-ой-ой-ой, неплохо. Ребята, вы этого не видели. Как люди в черном 2, бам, перед вами. Карандашом или чем-то нажал и вы забыли. Про такой дерьмовый зажим. Я не знаю, походу вверх забрал. Да, наверное, вверх забрал сейчас и попытаюсь пробежать за целым. Так, ну пока тихо. Никого нету. Смотрите, людей нету. Вроде бы бутерброди, а людей вообще не видать. Такс. Тишина вообще. Попытаюсь закинуть. Там вроде бы здесь тоже никого нет. Куда он убежал? Ой, слева зажима. Вот он походу. Блин, я ему все ноги обстрелял. Он уже второй раз выживает. Как так-то, блин? Живучий перец. Попытаемся, конечно, его догнать. И закрыть тяпочка. Где же ты? Главное, чтобы не в спину не зашли, потому что такое место не очень хорошее. Так, на школе никого не слышно. Он, наверное, золотал, типа. Так, на школе зажимы есть. Вот он бежит. Ой-ой-ой, коллиматор, неплохо такой коллимчик. Так, вроде бы на спине еще стреляет. Так, у меня там, походу, золотал. Четвертый рюкзак. А вот и пацанчик. Нагорел. Отлично. 2 килла, плюс 40, плюс 79 очков. Ну, такие нормальные, типа. Ну, 79 очков по-любому ряженый-заряженный. 2 килла, ребята, оформили. Попытаемся агрессивно отыграть. Чисто на перебежечке, на школу или пока я никого не вижу. Кстати, ребят, кто тестил новое оружие, напишите ее в комментариях. Как вам? Это Галилео. Эйс-32, блин. Эйс-Вентура. У, красненький. Так, броники с шлемом. МК-шка, вышка. Блин, почипунцет. Ё-моё. Ля, заряженный-ряженный. Так, запустаемся. На школе просто еще стрелялся теплок, поэтому я за камнем. Тепловизор. Я тепловизор, походу, выкинул. Такс. Надо сейчас будет аккуратно поджаться и забрать свой теплок. Че у нас тут броник надо выкинуть. Ну, теплок уже должен вылезть. Да, я пока скину ниточки. А оцинковочку оставим. Патрончики выкинем. Блин, патронов маловато. Надо взять разрывы и забрать тепловизор. На школе просто стрелялись. Такс, ну давайте. Теплочок. Где он теплок? Так, разрывы заберем. Теплок заберем. И разрывы еще раз. Бусты. Ну, неплохо. 400 патронов. Так, сейчас тепловизор закинем. А на чем место у нас в рюкзаке освободится? Так, жетончик в сейф. Сейчас еще патрончиков добьем. Потому что сейчас в соло режиме. С бустами тоже все отлично. Ну все, фулл рюкзак. Мне только нужно будет спрятать шлем и бронежилет. Так, 2 кила уже у нас есть. Выход у нас, считайте, будет подлинный, раз мы идем покороткий. Поэтому я думаю, знаете, как сделать, ребята? Я думаю, сейчас просто зайти со стороны длинный. Спрятать шлем и бронежилет. Ну да, вот он и выход. И спокойненько через длинную зайти. Я думаю, через длинную никто ожидать не будет. Просто на короткой линии типы до 20-й, до 18-й минуте сидят. И это очень рискованно сейчас играть в короткую. Вообще, ребята, я вам в начале сезона всем предлагаю играть в длинную линию. Так, на месси не стреляет. Ну там бичоныш, я думаю, время на него не будем тратить. А вот и есть 32. Напишите в комментариях, как вам оружие? Норм, не норм. Ну звук такой, блин, какой-то водяной. Как будто с водяного пулемета стрелять. Так, ну тут пока чисто. Ну пусть убивает ботов, не будем, как говорится, обижать детишек. Так, 24-я минута. В принципе, к такому времени по длинной линии уже никого нет. И можно будет спокойно поджаться. А вон у нас типочек принимает. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Так, я ещё коллиматор поставил. Ну по мне уже инфа есть, он видел. Надо его как-то зацепить грамотно. Он, видите, сведён на эту левую сторону. Давайте попытаемся сейчас направо отойти, справа дать зажим. Пиксель будет, торчать не будет. Ну-ка. Блин, думал, пиксель торчит, это листочки. Ну придётся слева, по его правилам так сказать, играть. Ну-ка, высунись. Братишки. Отлично. Мини-зефирка. Зефирка, ты нас вкусненький. Но походу у него четвёртый шлем, потому что с одного Патрика сразу отлетел. Так, уже 3 кило оформили. Так, говорят, вот бак не работает. Да вот, ребят, бак спокойненько работает. Сейчас огненный зарядил. Ой, извините, разрывные. Ну, вагонетка приехала, так что, возможно, приёмочка. Возьмём бустик. Он уехал. Блин, уехала. Уехал, пацан. Так, у нас уже 3 кило есть. 1 миллион 600 тысяч. Надо сейчас шлем с бронежилетом оставить. Там, вон, смотрите, уже тут типа закрываю. О, тут 2 типа даже закрыли. Так, скинем. Ну, я освобождаю место, объясню, почему я прячу шлем и бронежилет. Потому что, когда тут вы закрываете типов, я беру хаешки, молики, патроны. И чтобы рюкзак не был полный, всё это дело влазило. А вдруг с типом зафайтимся, и мне хаешка и молик пригодится. А у меня этого не будет, потому что я с собой ношу шлем и бронежилет. Поэтому, ребята, я шлем и бронежилет прячу. Когда раскид весь не нужен будет, когда всех типов закрываю, тогда только прихожу и по дороге забираю. Но я не радейку прячу. Радейку я редко прячу. Так, дымы закинем. Мне кажется, он всё равно будет приёмочку делать. Поэтому я дымы закину. У меня как раз три дыма на длинной линии. Это вообще достаточно. Первый дым, второй дымы сейчас откроются. И зацельчик. Ну всё, вот здесь, смотрите, два дыма накидываете, а дальше уже можно просто с прицелом выносить. То есть дальше уже близко. Он здесь на синий не засевится. Так, ну пока чисто. Вогненные патроны зарядим. С двумя МК-шечками. Так, и вот как раз нам третий дым здесь пригодится. Мы сейчас просто закидываем. И спокойненько, ребята, поджимаемся. Так, сразу назад отходить. Бывает ещё сквозь землю стреляют. Так, ну всё, не стреляют. Нам сейчас разрыву взять, калин поставить. Ой, я разрыва не взял. Так, всё отлично. У нас люди. Типлак надо поставить. О, он с вектора. Блядь. Ай-яй-яй, больно. Ешь, вать, посмотрите на моё хп. Меня чуть бичарок в четвёртом сете не закрыл. Так, ну отлично. Четыре кила оформили. Хорошо, что большая аптечка есть. Надо забустаться. Ё-моё. Хорошо, что я туда запрыгнул. Он там, бедный, не скрутился на 180-360 градусов. Гляну, ну если бы он не попал, бы он с вектора снес. Ну, вектор, конечно, в клаус-файте имба. Скорее всего, на разрывах. Ё-моё. Так, чё у него патрончики. Лол, у него патроны вообще неразрывные. Можешь в сейфе. С зелёными патронами. Да, ну, брось. Так, сейчас тут оброник спрячем. Графику сразу нужно поменять. Смотрите, тип не стреляет. Может, он услышал и к нам пришёл, как вариант. А цинковки нет, у броники. Такс. Отлично, печинг. 80 точков, неплохо. Хорошо, что у меня две МК-шки было. А-а-а. Последним патроном пацана закрыл. Но это был прыжок верно. Ассасина называется. Так, ну чё, сейчас у нас тут золотаемся. Ну, 5 кило. Он ещё красненький. Посмотрим, чё с него упало. Вот мне фартануло, да, с двумя МК-шками. Была бы под сволочкой, я бы отсох, мне кажется. Хотя с под сволочкой можно было и снять ппшечку. Так, ну чё, ребята. Я пока буду лутать родейку. Вы пока, ребят, делитесь данным видосиком. Подписывайтесь на канал. Прожимайте лайкосики. Ссылочка внизу в описании будет на магазин. Он уже работает. Золотые цветы уже тоже есть. Обязательно, ребят, делайте. Плюс телегу подписывайтесь. В воскресенье будет розыгрыш. Ну, а мы пока будем сейчас включать музыку. Если будут типы, мы включимся. Раз, два, три. И пау. И пау. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Дальше DimaTorzok 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 Раньше, кстати, только начальный сезон на пятой карте можно было чистыми по КД 5-6 выносить. Сейчас, конечно, 4 ляма в среднем можно выносить в соло-режиме. Ну, если вы всю радку лутаете, то 5 лямов спокойненько. Так, 95 секунд. Золотая МКшка Кобра. Ребята, напишите в комментариях, какой у вас первое золотое оружие выпало и какой на нем был баф. Ну, вот у меня сразу золотая МКшка Кобра. Тут 3 слитка, чертеж, еще там 4 слитка. Неплохо. Сейчас посмотрим, ребят, какой баф будет. Мне кажется, достойный баф. По-любому достойный баф. Это золотая МКшка Кобра. Золотая МКшка Кобра. Келиту 3-ю апнули. Умный прицел. Ну, в принципе, нормально, на 40% быстрее сводится. Ребят, надеюсь, понравилось вам данный видосик. Сейчас я все это... Так же, это черное письмо в сейф. Шлем туда. У меня еще, кстати, не влез. Там то ли броня, то ли шлем осталось. МКшка, вышка еще осталась. Кстати, до хрена лутая осталась. Надеюсь, понравился видосик, ребят. Всем спасибо, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok